Томаты, опыленные шмелями, репчатый лук из рассады, методические пособия по обращению с молочным стадом. В Краевом центре наглядно показали и обсудили итоги работы АПК региона за прошлый год, а также обозначили планы на этот. Что ждет отрасль, узнавала Кира Рогожина. Актовый зал ветеринарного факультета Ставропольского аграрного университета едва вместил в себя всех участников конференции. Более 300 человек, руководители хозяйств, крупных предприятий, представителей научного сообщества и краевого правительства съехались, чтобы обсудить достижения и недочеты отрасли. Начали с приятного раздачи заслуженных наград. Механизатор колхоза «Культурник» Арцгирского района Евгений Безуб в этот день сменил рабочую спецовку на элегантный костюм. В прошлом году он поставил личный рекорд – 30 сантиметров с гектара. За это грамота от губернатора. Это стимул ТОИК и работать. Надо поднимать хозяйство. В холле гости конференции могли лично попробовать то, чем богат регион. Передовые сельхозпредприятия представили свою продукцию. Вот так выглядят точки роста агропромышленного комплекса и, как следствие, экономики Ставрополья в реальности. Например, вот этот салат только в прошлом году принес в краевую казну несколько десятков миллионов рублей. А здесь Ставропольский ответ за морским черри, а также сливовидным и привычным русскому глазу круглым томатом. Пример не только импортозамещения, но и успешной реализации инвестпроектов. Мы выращиваем томаты в закрытом грунте на кокосовом субстрате. В теплицах трудится у нас помимо наших сотрудников еще и шмели. То есть у нас опыление шмеля. Экологичное производство. Мы поставляем нашу продукцию в Ставропольский край, конечно. Помимо этого, наша продукция идет на Москву, в Московскую область, в Санкт-Петербург и регионы. В этой коробке репчатый лук, точнее его рассада. Это новая разработка ставропольских ученых. Нашему краю это даст возможность получить экологически чистую, раннюю продукцию. То есть два месяца он рос в теплице. Ну, 55-60 дней. Он уже готов. За прошлый год объем выпуска сельхозпродукции вырос. На 3,5% было продано товаров на 176 миллиардов рублей. Впервые за последние десятилетия объем произведенных в регионе тепличных овощей закрыл собственные потребности края. Выросли показатели и по другим направлениям. Нам удалось обеспечить практически по всем направлениям прирост продукции. И мы сегодня в регионе только по производству молока и говядины у нас сегодня здесь позиции, которые мы не выдерживаем, на внутреннем рынке они составляют 44,77% соответственно. Поэтому сегодня и меры господдержки и федерального уровня, и крово, уровня направлены на это направление. На помощь молочной отрасли приходит наука. Так в прошлом году благодаря гранту ставропольские ученые смогли опробировать уникальную систему. У нас теперь есть разработанная система, которая позволяет контролировать его качество и оказывать помощь хозяйству. Повысить качество продукции и определить перспективы развития. Потому что, зная реальную картину, какое качество молока сегодня, мы должны понимать, что нам делать для того, чтобы его было больше. Своё спасибо за плодотворную работу, сказал аграриям. И губернатор Владимир Владимиров, глава края, поставил задачу не снижать темпов роста сельхозпроизводства. При этом, как прозвучало, одной из главных опор отрасли остаётся крупный бизнес. Владимир Владимиров напомнил, что в ближайшие два года на Ставрополье пройдёт масштабное перезаключение договоров аренды земельных паёв. И призвал участников конференции принять личное участие в сохранении крупных хозяйств. Без руководителя хозяйства крепкого, который уважает людей, которого люди уважают, ничего не получится. Мы во многом сталкиваемся с тем, что отношение к руководителю у владельцев паевой земли переносится на само хозяйство. И человек просто хочет уйти оттуда. Потому что руководитель с ним не разговаривает, не считается, а зачастую обманывает. Я в каждый вопрос буду погружаться сам. Также губернатор отметил, что сейчас идёт активная работа над созданием законодательных инициатив, которые не позволят разрушить крупные производства. Кира Рогожина, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение.